Внимание! Наступает торжественный момент! Сквер открыт! Здесь главные герои дети, в большей степени для них взрослые, разработали федеральную программу формирования комфортной городской среды. В ее рамках выделены средства на обустройство скверов и придомовых территорий. В этом году Сочи получил более 240 миллионов рублей, только на строительство скверов в Блиново ушло 28 миллионов. Все для того, чтобы микрорайон был комфортным и удобным для самих жителей. С Новым Годом, друзья! Мы поздравляем вас всех! Сегодня здесь самый настоящий праздник. Запущенный уголок превратили в уютное место отдыха. Более 1300 квадратных метров выложили брусчаткой. Установили скамейки и фонари. Есть и площадка для воркаута. Сквер оснащен системой видеонаблюдения. Соблюдены все требования для маломобильных граждан. Жители Блинова пришли сегодня с детьми, чтобы оценить работу строителей. А здесь еще и обустроили зеленую зону, посадили тысячу растений. Мы так давно ждали открытия этого парка. У меня вот внучок. Мы все ждали момент, где место, где можно гулять с детьми. И мы так рады, что сейчас будет у нас место, где гулять. А то дорога очень близко, много машин. А здесь, видите, очень много зелени. Мы очень рады. Да, спасибо. Мы очень счастливы отпраздновать два Нового года. Сегодня и несколько дней спустя. Гулять с детьми. Дети будут бегать спокойно, кататься на роликах, кататься на велосипедах. Мы благодарны. В целом, за последние два года в городе было открыто семь скверов. И благоустроено 12 придомовых территорий. Завтра, послезавтра откроем сквер на КСМ. И до конца этого года откроем еще сквер в самом поселке Лазаревское. Конечно, это улучшение качества жизни. Хотя город Сочи и вошел в пятерку лучших городов России по качеству жизни, тем не менее, резервы у нас есть. И мы постараемся сделать так, чтобы каждый микрорайон города, в том числе отдаленные села, были такими же комфортными, какими являются наши регрессионные зоны, которые принимают гостей. В следующем году продолжится работа по программе формирования комфортной городской среды. И в других микрорайонах города появятся новые скверы и парки. Елена Овсецина, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.